Я нервничаю, не знаю, что сказать, поэтому просто вам покажу. Это непонятная штука, сумочка, в которой находится одна из вещиц моего бренда, который уже продается. Всю мою продукцию на данный момент можно купить или только лишь на моем сайте, или только лишь в моем паблике ВК. Обязательно, кстати, подписывайтесь на мой паблик ВК, чтобы ничего не пропустить, потому что на самом деле продажи мы уже начали вести как две недели, и уже есть огромное количество отзывов, потому что очень много ребят все это добро накупило. И если у вас есть какие-то совмещения, вы можете просто написать или в паблик, или в мою телегу, или куда-то еще, и спросить у ребят, которые уже что-то купили, как им там вообще, а не строить какие-то домыслы. Потому что я за свою одежду, ну, уверена, она просто потрясающая. И потрясающая она не только лишь потому, что у нее прикольный дизайн, но также и потому, что у нее охренеть какое крутое качество, из-за чего я очень долго откладывала момент выхода бренда, момент выхода этого видео, чтобы убедиться в том, что каждая вещица, которая есть, будет идеальна по всем параметрам. Чтобы вы понимали, насколько сильно я запарилась с этим, я сняла специальный влог со склада, где не только кастомлю помещение, но и показываю подробный процесс сборки заказов, как мы проверяли каждое изделие на идеальность, как днем и ночью запаковывали одежду для вас, как делали все все, чтобы вы точно получили качественный и классный продукт и были довольны. Видео про склад выйдет в скором времени, а пока продолжаем. Сейчас я буду вам показывать вещи, распаковывать их, примеривать, и показывать вам, как все это выглядит, и правильно расскажу еще какие-то детальки, которые было бы очень важно, ну, вам, как покупателям, узнать. В моем первом дропе одежды, а сейчас у нас именно первый дроп, представлены только худи и представлены только футболки. Ну, начнем с той футболки, которая сейчас на мне. Я ее очень долго нигде не полила, нигде не светила, хотя в других худи и других футболках я уже участвовала, например, на том же самом Кипу Тайм на ТНТ, я давала интервью, но эту футболку я до последнего не показывала, потому что она несла для меня особое значение, и без нее начался мой путь на ютубе. Алды, наверное, вспомнят и прослезятся, ибо я прослезилась примерно миллион раз. Кто помнит, какая у меня была самая первая аватарка на ютубе, в ВК, ну и в других социальных сетях? У вас есть 5 секунд на размышления. Папа! И моя первая аватарка выглядела вот так. Тогда у меня не было много прикольной одежды, я себя очень сильно в этом во всем ограничивала, потому что мне казалось, что, ну, кринж, какие-то аниме-футболки, или футболки с каким-то, там, исполнителями, это все какой-то отстой, мне так тогда казалось. Нужно наносить что-то более минималистичное, более цивильное, гламурное, что вот так вот будет правильно, а не как-то иначе. Но, тем не менее, мне очень сильно разопало в душу вот такая вот футболочка с Алиэкспресс. Это был, по-моему, даже, кстати говоря, мой первый заказ с Алика. Вот настолько все было плохо, да? Я была другим человеком совершенно. Я начинала свою карьеру на Ютубе вот с этой Абы, и, конечно же, я не могла в начале моего бренда не сделать к этому отсылку, потому что это очень важный момент. Вот этот вот момент, он символизировал начало моей карьеры, а сейчас этот момент символизирует уже начало моего бренда. И если тогда для меня было важно показать, какая я хорошая, я вся такая милая, я вся такая добрая, то сейчас я вообще не хочу этого показывать, потому что, ну, во-первых, это не так, а во-вторых, даже если это было бы так, то нахрена? Это никому не интересно. Сейчас у нас свобода, самовыражение, развитие, все что угодно, не в утеху окружающим, а только лишь исключительно для себя. И слоган моего бренда тоже вам представляю бездна, потому что я так хочу. Несмотря на то, что тогда у меня была розовая футболка, яркая, красочная, сейчас она у меня черно-белая, достаточно минималистичная, если это так можно, конечно, назвать, свободная, потому что я сама к этому пришла, к этой свободе, и к тому, что ты действительно можешь носить все то, что ты хочешь. Это было нелегко, но я с этим справилась. Основной лейтмотив моего бренда будет заключаться именно в том, что ты тот, кто ты есть. Ты должен самовыражаться, если ты сам этого хочешь. И ты никому ничего не должен, кроме как самому себе. Поэтому для меня эта футболка играет особое значение. Я бы хотела об этом рассказать вам еще подробнее в моем паблике ВК, а я начну распаковку того, что у нас на данный момент имеется. Вещица номер два неиронична. Представляю вам одну из вариаций футболок. Называется она неиронична. У этой вещи тоже есть история. Кстати, не обращайте внимания, что здесь нет маркировки, и здесь нету значка, который будет на всех остальных футболках и худаках. У нас вот здесь вот авторская бездна как бы находится. Потому что это один из самых первых прототипов, который был создан бог знает когда, чтобы испытать его на прочность. Я буквально в этой футболке, ну не то чтобы жила, но я в ней ходила постоянно, я даже не несколько раз спала, чтобы убедиться в том, что с принтом ничего не случится, с форумом ничего не случится, вот эти вот нитки никуда не пойдут. Ну, короче, мне нужно было убедиться в том, что реально вы получите ту вещь, которую будете носить столько, сколько вы хотите ее носить, потому что она класс. Кстати, не хочется мне рассказывать о том, что вам она прослужит годами. Ну, честно, я не знаю, прослужит ли она вам 10 лет или нет. Правда, я в этом не разбираюсь. Но полгода активной, мегаактивной носки в разных условиях с ней вообще ничего не сделали. Она как была, так осталась. И даже проблема, которая очень часто бывает в футболок, когда делают контрастный шов, шов красится. У нас ничего не красится, и это очень важно. Оно реально прошло стрессоустойчивость. Значит, нейронично рассказываю. Как вы понимаете, здесь у нас товарищ Почита находится, но в таком весьма упорном стиле. Что за стиль такой? Однажды, когда я только-только познакомилась с миром косплея, я подумала и решила, что было бы славно слепить фигурку Бакуга. Но перед этим я взяла киндер, и в киндере была коллаборация Леди Бак, и мне выпал бражник, и я подумала, фу, что за бражник? Зачем мне бражник? Я хотела кота. Хотелось кота, а выпал бражник. Я подумала и решила, ну фу, бражник мне не нравится. Слеплю себе Бакуга. Логика есть, логики нет. Слепила Бакуга в каком-то таком виде. Кто-то выложил этого Бакуга, по-моему, в Твиттер. Не знаю, запрещено или нет, но на всех случаях запрещено. И, в общем, это расфорсилось. Это настолько расфорсило, если чем я даже не знала, потому что у меня не было тогда аккаунта в Твиттере, что люди начали рисовать по нему арты. И какая-то девушка нарисовала вот этот потрясающий арт, который висит у меня в квартире, который просто, я не знаю, предмет лютого современного искусства, по-другому я не могу сказать. Так как для меня это тоже было мое первое творчество, которое зашло на такую широкую массу, что по нему начали делать фан-арты, я решила, что я просто обязана нарисовать сама вот такого вот плана штуку. И, вы знаете, хочу вам сказать, что это одна из самых популярных вещей в моем магазине. То есть, если вот это вот просто популярное, то вот это у нас топ-1 абсолютно стоит. Как только появился Почита, все начали сразу его покупать. Так что я даже не знаю, есть он еще или нет в наличии, потому что мы не собираемся делать перезапуск. Возможно, мы сделаем перезапуск, но в данный момент никто не собирается его делать. А тут я решила подарить Почиту до шодошек, потому что экземпляров на тот момент было много. Что ж, у меня для тебя тоже кое-что будет. У нас был диалог интимный на тему того, кого мы предпочитаем в человеке бензопиле. Ну, Даша сказала, что почта, поэтому это special for you. Почита! Это мне, серьезно? Это прекрасно! Иронично, это замечательно. Так красиво. Вау! Best of the best. 10 Почита из 10. Отлично. 10 сисек из 10 я ставлю, это можно. Хочется пожмакать? Смотри, у него соски. У него соски есть! Какая детализейшн! Это Почита, и у него есть сосочки. Он за аниме не шарит особо, ну ты посмотри. Он милый, почему у него белая с головы торчит? Ну, потому что это такой зверек, это типа демон. Шаришь. Шарит в аниме вообще от слова совсем. Ребят, извините. Получилось, что мы парень, и мы завтра расстаемся. Не, ну здесь какой-то лютый контент, конечно. Лютый пон происходит. Я не поняла вообще, кто я? Заодно на Почите покажу вам испытание принта на глажку. Внимание, выполнено профессионалами. Короче, сейчас будет попытка питания принта утюгом. Утюг у меня максимально мощный, это утюженный аппарат, честно. И, короче, надо проверить, как будет принт вести себя так, если ты лох и случайно прошелся по принту. Поехали. Все нормально. Не знаю, зачем кому-то в теории понадобится гладить принт, потому что, мне кажется, всем очевидно, что когда у тебя вещь с принтом, гладится с изнанки. Но на всех случаях я это проверила. Короче, проверка качества неиронично пройдена. А теперь произошел кринж. Я пользуюсь случаем, просто все, глажу. И, короче, мы сейчас за Давидом начали спорить на тему того, откуда вода под гладильной доской, потому что здесь все в воде. Не видно. Поверьте, там все в воде. И вся гладильная доска внутри в воде. Вот, видите, мокрая рука. И, короче, ладно, я что-то спорю, болгаю. И я, короче, кладу сюда утюг и начинаю вот так вот гладить. И посмотрите, что произошло. Вот с таким вот принтом, между прочим, это дорогая штука. Это какой-то корейский бренд. Понимаете, у меня принт как бы получен в корейских брендах. Номер 3. Худи Пауэр. На распаковочек чек. Значит. Здесь у меня худи. Вот такое вот. Невероятно красивое. Здесь у нас отсылка к бензочеллу Пауэр. И если самые внимательные любители этого персонажа, то сможете обратить внимание на то, что здесь находится клетка. Это буквально клетка, которая была мявка в аниме и в манге. И я решила, что мы в эту клетку запихнем бездну. То есть, если вы посмотрите, здесь внутри находится бездна. И она находится в этих цепях. Это такая вот отсылка к Пауэр. Плюс худи достаточно хаотичный. У него очень много перегрузных деталей. Потому что мне кажется, что Пауэр это про то, чтобы занимать пространство. Это про то, чтобы меня здесь очень много. И мне это очень нравится. Также здесь есть отдельные элементы в виде ее клыков. В виде того, что здесь находится ее коса. И всевозможные отсылки к ее фразам, которые она говорит. Например, звать меня Пауэр. Ее истерический смех. Я думаю, у всех тут сразу в ушах он зазвенел. Особенно те, кто смотрит в оригинале. Ну и вот такое вот изделие у меня получилось. Мне оно очень нравится. Наверное, из всех пудаков, которые есть. Это мой самый любимый. Ну или Макима мой самый любимый. Я пока еще не знаю. Что касается качества материала. Это самый мягкий материал, который только возможно было найти. Когда ты его вот так вот трогаешь, тебе просто максимально становится хорошо. По ощущениям это похоже на то, что ты кутаешься в какой-то невероятно приятный пледик. И тебе прям максимально гуд. Из того, что я прочитала в отзывах тех, кто уже успел купить вещи. Очень многие пишут, что в этих худи не жарко летом. И скорее всего будет очень тепло зимой. Еще на капюшоне этого худи у нас находятся вот такие вот рога. И мне просто охренеть как нравится, как это выглядит, потому что это просто огонь. Еще, кстати говоря, все мои покупатели, кто уже успел приобрести бездну, отмечают, что капюшон действительно миллион из миллиона. И ни у кого нет даже близко такого крутого капюшона. И это правда, потому что я с этим капюшоном несколько месяцев возила, чтобы сделать его идеальным. И вы знаете, иногда смотришь на себя в зеркало, и вроде капюшон классно выглядит. Но делаешь фотку, и ты просто похож на какой-то гриб. Я не хочу, чтобы люди были похожи на грибы. Это отстой. Мне такое вообще не нравится. Это не моя эстетика. Поэтому у нас капюшоны объемные, красивые, большие. На примере ткани от Худи Павер я хочу показать вам эксперимент со стиркой. Сейчас эту штуку знаешь, сколько раз мы будем стирать? Я решила упороться, и я хочу протестировать 10 раз. Если вы смотрите фрагмент, я не знаю, что будет. Спойлер, я без понятия, и вообще будет ли тут спойлер. Короче, надо это постирать и посмотреть. Потому что если вдруг что-то здесь отвалится после 10 стирок, отстой, значит, будем переделывать. Что-то объемное, потому что у нас получается разный принт. Видишь, здесь не объемный типа, а здесь объемный. И поэтому оно так выделяется, оно прям как будто бы, ну, не знаю, круто, короче. Короче, давайте пробуем. Я не снимаю. Я не снимаю. Каролина с вами еще не настолько близка, как я. Свои бы я сняла. О, у кого цветы на вас трусты, кстати. Засыпаем крышок или с прыжка? С прыжком? Ну, как ты была обычную стиралку стирала. Много, хватит. Да, нормально. Я не шарю. Так, короче, ускоренный режим давай ставить. Пока. Лучше я его, знаешь, 10 раз постираю, убежусь, что все нормально, чем, я не знаю, постираю в один раз, на второй он отвалится. Поэтому будем стирать, пока не посидеем. Да. Тебе для этого еще далеко, а я вот уже почти. Итак, второй круг. Та-ра-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Да нет. Я не знаю. Я хотела реально постираить это 10 раз, но как будто я не вижу смысла стирать это 10 раз, потому что все мега очевидно. Ладно, давай постираем еще пару раз и посмотрим. Иди обратно. Давай слив отжим посмотрим. Я не знаю, кто стирает на слив отжим. Давай. Та-ра-ра-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Сколько лучше проявить? Теперь, наверное, часа 2 ночи. Все, тихо, спокойно. Сейчас какой-то супер режим, да, у нас был? Отбивание. Короче, ребят, ну все нормально. Все, я спокойна. У вас ничего не отвалится. Вообще ничего не отвалится. Оно и тянется, и не тянется, и вытянется не может. Пока. Футболка четвертая, ешь грязь. Следующая вещица вот такая вот футболка, которая называется ешь грязь. Я думаю, алды прослезились, потому что эта футболка была вдохновлена. Одной из моих самых любимых, самых удачных кастомных вещей, это вот такая вот худи ешь грязь. Я на тот момент была вдохновлена, не знаю почему, киришемой. Но по какой-то причине я решила, что киришем я, конечно, очень нежно люблю. Все, чекан, это один из моих самых любимых персонажей. В том числе бабка, это вообще мой самый любимый анимый персонаж. Но я пока что к ним морально не готова. Мы к ним обязательно вернемся, но сильно позднее. И я решила, кто бы вообще мог идеально подойти под вайп этой фразы, потому что очень хотелось сделать ее прям максимально с попаданием. И я поняла, что Пауэр это просто идеальный персонаж для того, чтобы олицетворять эту футболку. И поэтому получился у меня вот такой вот результат. Кстати говоря, к этому результату мы пришли не сразу. У этой футболки есть история. Это тоже тестовая версия. Видите, здесь нет бирочки. И здесь тоже вот такая вот просто формальная надпись буква С. Изначально была просто нарисована Пауэр. Но мне показалось, что это слишком скучно. Ну, плюс я увидела в момент, когда думала о том, что это слишком скучно комментарий в моем паблике бездна. О том, что было бы прикольно, если бы эта футболка была еще как будто бы заляпана грязью. И мне показалась эта идея настолько крутая, настолько классная. Плюс в ней будет такая история, что это буквально первая вещь, которая была создана под вдохновением от ваших же комментариев, от вашей обратной связи. Что мы решили полностью переделать всю партию, которая была с Пауэр. И замазать ей лицо этой грязью. Единственный очень важный момент. Ну, это типа так было задумано, но я должна это сказать, чтобы вы не подумали, что это какая-то ерунда. Здесь внутри находится Пауэр. Ну, то есть, как бы ее можно отследить, но ее лицо забляпано грязью. Это просто момент, который я хотела говорить на всякий случай. Так что я тоже очень сильно нежно люблю эту футболку. Я бы хотела использовать фразу «Ешь грязь» еще в дальнейшем на каких-то других изделиях. Но пока вот так. Кстати говоря, в чем приходят вещи? К каждой вещице полагается сумочка. Это абсолютно бесплатно, это просто исключительно моя инициатива. Сумочки бывают трех разных видов. Бывает сумочка вот такая вот, с прорезями, под ремешки, чтобы вы, например, могли вставить свою цепочку и носить это вместе, не знаю, с собой куда-нибудь. Уже бывает сумочка вот с такими вот готовыми красными штуками. Это просто, по сути, красная веревка, но это выглядит прикольно. Вот такой вариант. И есть еще одна сумочка, у меня, к сожалению, нет, которая выполнена полностью как кладш. То есть, каждому попадется какая-то рандомная сумочка, которую вы получите. Давай. Мы с вами делаем распаковку. Открываем. Там, естественно, все бирки, все логотипы. Будет у вас вкладыш о том, как с этой вещи себя вести, как стирать. Ну, вот эта вот вся ерунда, но рекомендую ее читать, чтобы вещь прослужила вам как можно больше. И, соответственно, вы получаете вашу вещицу. Пятая вещица футболка затмения. Смотрим следующую футболку. И это у нас вот такая вот футболка с артом под Sailor Moon. Здесь мне очень хотелось, на самом деле, просто сделать что-то такое, что максимально бы понравилось моим подругам, потому что я знаю, что у меня огромное количество подруг, безумно любящие этого персонажа, которым очень нравится любая отсылка, знаете, даже вот эта самая история, когда даже если они видят какую-нибудь розовую или голубую луну, они такие, блин, это классно, это похоже на Sailor Moon, мне очень хочется. Поэтому подумала, решила, что было бы очень славно в комплект вот к этой вот матроске добавить что-то такое, где было бы очень много отсылок, собственно, к этой манге, к этому аниме. Но, естественно, тут Sailor Moon у нас далеко не оригинальная, она уже тоже преисполнилась, у нее уже выросли рога, она уже стала больше бичи вайп, у нее здесь слезы, которые текут из ее глаз, размазанная тушь, у нее тоже макияж, пресса, татуировки. Это совершенно другой уже персонаж, несмотря на то, что, конечно, он и был создан под вдохновением от оригинальной Sailor, но ничего общего с ней он не имеет. И мне кажется, что эта футболка очень круто будет выглядеть вообще в любом луке, она достаточно минималистична, несмотря на то, что здесь много элементов, но она реально круто смотрится одинаково, как с юбками, так с джинсами, так просто даже вообще, знаете, без всего и серии, там, сетчатые колготки. Футболка и все, просто лучшие фотографии обеспечены на миллионы лайков. Ну ладно, миллион лайков, я вам не обещаю, у меня смс только нет. Или есть, подожди, нет, у меня есть на каких-то видео миллион лайков. Много, да. Ладно, много, но, в общем, да, у кого будет миллион лайков, это потому что вот так, или нет. Ладно, неважно. Шестая вещь, худе вечность-сёбан. Прежде чем я покажу вам следующую вещь, ответите на такой вопрос, какой у вас самый любимый цвет? У меня это оранжевый и черный, ну, черный я люблю больше, ну, еще и красный. У огромного количества людей, судя по тому, что я прочитала, судя по тому, что я опрашивала у моих друзей, это сиреневый цвет. Поэтому мне было очень важно, чтобы вещи нравились не только мне, но еще и вам, ввести также сиреневый цвет, потому что я знаю, что очень многие люди его любят. Естественно, первый персонаж, который пришел на ул, это сёбан. Пришли на ул сиреневой молнии, потому что это тоже очень круто выглядит, особенно, когда мы говорим про какие-то изделия. Поэтому следующая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такой вот худи, просто невероятно крутой. Без внимания не останетесь, поэтому, если цель остаться без внимания, вообще даже не рассматривать эту вещь. Реально просто уничтожение. С сёбаном у нас вообще тяжелая ситуация, я не знаю, есть ли он на момент выхода этого видео или уже его полностью снесли, потому что, когда я только все это выложила в мой паблик ВК, где особо он никак не пиарился, то есть, кто когда-то там подписался после того видео, тот там остался и это увидел. Но реально у нас был лютый ажиотаж на сёбан, настолько лютый, что нам пришлось просто, не знаю, экстренно все это шить и ночевать днями-ночаями в складу на цехе, чтобы просто контролировать, чтобы все покупатели, кто хотел этот худи, его действительно смогли получить. При условии того, что у нас не планируется перевыпуск, и вот то количество изделий, которое там осталось или уже не осталось, его нельзя повторить. Еще я также обратила внимание на то, что в комментариях очень многие люди писали, что кому-то нравится подпись сёбан, кому-то нет. Мне сначала нравилось, потом мне не нравилось, потому что мне снова понравилось, но тем не менее, у нас есть два варианта вот то вот худи, есть вариант сёбан с надписью и есть вариант вечность без надписи, они оба абсолютно потрясающие, не знаю, какой вам нравится больше, кстати, какой. Прежде чем покажу вам следующую вещь, хотела бы рассказать, что у меня есть некоторые подписчики, которые я знаю, что следят за мной уже очень много лет, которые для меня уже очень много всего сделали, поэтому я решила, что раз они были еще также в числе моих первых покупателей, было бы очень славно лично с ними встретиться и вручить им посылки. Я пришла отдавать дары подписчику, ну как дары, ее покупку, потому что это так правильно. Хелло, 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 и приветики. Давай обмениваться? Давай обмениваться. А это для вас, пожалуйста. Я не нашла такой пакет, поэтому положила в эту сумку с твоей покупкой. Значит, мы встретились. Прекрасная женщина, с которой мы познакомились на Геншин фестивале. Я решила, что это будет мой святой долг, ей лично вручить ее покупку. И она принесла мне тоже какой-то невероятный дар. Давайте посмотрим в голову, вот же мой. Я в восторге. То есть ты настолько запарилась с упаковкой, что сделала раньше потеки. Конечно. Я думаю, что можно вот так вот носить. Да. Разрывай, рви. Хорошо. Ты реально сама их сделала? Да. Афиг. Это очень круто. Оно реально супер. Я буду в этом видосе снимать. На самом деле это не все. Это не все? Да. Охренеть. Ты сделала мне серьги на Орле кину? Да. Это единственная 3D штука, которой у меня нет. Я тебе сейчас без шуток говорю. Я буквально все равно сидела и думала, блин, у меня нет Серег, мне нужны серьги. И, видишь, как я твои... А я пятницу ночью их делала. Я в шоке. Я реально в шоке. Это такая нужная и полезная вещь. Это не просто круто, это еще и очень нужно. А вы не хотите встроиться к нам на работу? Фернее, это я смс слепила. А почему так ровно? Так, почитай, я думаю, что ты переживешь этот момент. Спасибо огромное тебе, потому что это что-то невероятно крутое. Вот просто, я не знаю, у меня даже эти... Пальцы не могут застегнуться. Это же просто ахер как круглая. Обзор же сумочки. Обзор все. Ай. Это прекрасно. Ой, что это у тебя тут интересное такое? Что бы это могло быть? Даже не знаю, что это такое. Ой, я гадалась, что это такое. А я тебе потом расскажу. Это есть, как ты понимаешь, не у всех. Далеко не у всех. Руководство. Очень приятное новое. Блин, я очень рада. Конечно, в 30-ти градусную жару это вещь просто то, что надо, но... Сейчас будет очень весело. Будет красиво висеть. Хорошо, давай. Я даже еду с укрой. О, офигеть, это очень хорошо. Я не знаю, где здесь можно найти зеркало, но я тебе покажу, как это выглядит. Тебе очень хорошо, по размеру хорошо. Принт очень приятный. Все в комментариях писали, что типа он такой блестящий, непонятный. Но на самом деле это не так. Он очень хайковый, очень мягкий и не блестит. И что-то тебе так цвета вот эти вот идут? Пожалуйста. Раз видно профессионала, который явно уже готов к обзорам контента. Это класс. Тебе нравится? Мне нравится. Особенно вот эти вот штучки и что-то вот типа молнии я вообще обожаю. А, да. Ну, буквально у тебя, да, same vibe. Я уверена, что с твоими волосами и макияжами это будет безумно круто. Носи большого с удовольствием, а я наливаю тебе чай. Больше такого прижавства жизни никогда не будет нигде, вообще никогда, да, с Аликом. Спасибо тебе огромное. Вообще-то такие красивые. Спасибо, ты тоже. Можно будет? Да, конечно. И я была бесконечно счастлива этому моменту, потому что, когда ты смотришь на людей, которые тебя миллион лет поддерживают, я знаю, что среди вас тоже есть такие люди. И я вам хочу еще раз сказать просто огромное спасибо, потому что ваша поддержка для меня это больше, чем все остальное. Именно вы меня мотивируете, именно вы меня вдохновляете, именно для вас мне хочется развиваться и хочется дать вам как можно больше. И именно для вас у меня вот это вот все. Ну, просто я не знаю, как это писать. Спасибо вам большое, я реально вас очень сильно люблю. Очень внезапная история, называется Снежная. С отсылкой, я думаю, уже понятно на что. Вот такой вот худи, просто моя невероятная любовь. Невероятно, на самом деле, крутейший худи. Все вот эти вот надписи, которые выполнены в старорусском стиле, все вот эти вот отсылки, орнаменты, ромбы. Мне охренеть, как нравится этот худак. Он охренеть, как круто выглядит. И у него, в отличие от остальных худи, несмотря на то, что достаточно много элементов, достаточно большой перегруз идет по дизайну, он выглядит как будто бы даже лаконично. И он реально, несмотря на то, что здесь так много всего, за счет, видимо, выдержанной цветовой гаммы, смотрится очень непроско. И реально его хочется разглядывать. Ты просто смотришь на этот худак и такой, блин, здесь так много всего, но оно меня совсем не бесит. Это так здорово. Обожаю этот худи. На фотографиях получается мегаэффектно. Мне это просто надо. Я безумно счастлива, что мы сделали именно вот такой вот худак, и его все еще можно даже купить. Тебе, наверное, балл, да? Нравится больше всего остального? Мне все нравится. Хорошо, правильный ответ. Но, как бы, душа все равно лежит больше всего к павла. А, к павер? А, ну да точно, я забыла, что там павер есть. А вам какой нравится больше всего худак? Можете, пожалуйста, хотя бы не жепой своей стоять? Да, какой худак вам нравится больше всего? Вам, наверное, с котом нравится больше всего худак, где безнюк запрет в клетке, да? Он у меня более пафосный, чем пафосная пицца. Боже, как я люблю орликину. Не хочу снимать этот парик никогда. Не хочу делать на него дополнительные волосы никогда. Не придется. Кстати, о ценах на вещи. На данный момент футболки стоят 4 700-5 тысяч рублей, а худаки стоят 12 500. Кстати, важный момент. Хотелось бы сразу с вами обсудить ценовую политику. Я целюсь в люкс альтернативной моды. Я понимаю, что у кого-то футболки и худаки не ассоциируются с альтернативной модой, но так или иначе у любого премиум бренда, у той же самой Бальки, у Баленсеги, простите, пожалуйста, тоже есть худаки. И я целюсь именно туда. Естественно, в дальнейшем у нас будут и сумки, и все на свете, но пока что начинаем вот с базы. Я, так как целюсь в премиум альтернативный сегмент, соответственно, мои вещи будут дорогими. Все цены, которые видите вы сейчас за футболки, 4 700 рублей, 5 тысяч рублей за почиту и по 12 500 за худаки, цены будут расти. Я понимаю, что многим это не понравится, но, ребят, такова моя воля, так я хочу. Собственно, этот вопрос закрыт, потому что я хочу делать одежду очень качественную, я хочу делать реально очень крутую одежду из очень крутых материалов, и, да, к сожалению, это стоит денег. Плюс я хочу, чтобы люди, которые покупали мою одежду, действительно чувствовали себя очень круто, очень вайбово, и они понимали, что это та самая вещь, которую они действительно хотели купить, которая их выделяет, потому что вещицы, которые мы можем с вами купить на Алике, на ВБ, например, которые стоят не очень дорого, они доступны всем. Ну, такую вещь может позволить себе практически каждый просто потому, что он захотел вот вот сию же секунду. Я же хочу, чтобы моя одежда, она была действительно для тех, кто прям хочет попасть в этот вайп, кто действительно хочет очень качественный материал, но при этом который был бы выполнен не в базовом цивильно-нормистном стиле. Для меня это очень важно. Поэтому я понимаю, что на этом даже моменте будет очень много осуждений, но я реально хочу такие вещи, чтобы люди их носили гадами, чтобы они были крутыми, чтобы они показывали определенный статус. В этом моя задумка, и если нужно будет для этого пройти дорогу в миллион раз более сложную, чем если ты делаешь какой-то лютейший масс-маркет, я готова пройти эту дорогу просто потому, что я этого хочу. Вещица 8, худи контроль. И последние вещи, последние, но, конечно же, не по значению, потому что в этих вещах я была, наверное, наибольшее количество времени на ютубе, я в них уже вела шоу на ТНТ, это погавка и контроль. Собственно, эти вещи вызывают наибольшее количество вопросов, потому что здесь есть такой элемент, как цепь. И очень многие люди, с одной стороны, думают, что это охренеть какое крутое решение, потому что выглядит прикольно, но, с другой стороны, думают, что это какой-то кринж, и абсолютно эти две версии имеют место быть. Немножечко объясню, откуда здесь вообще цепь и что здесь с ней происходит, и почему это не кринж, ну, в моих глазах. Когда мы с вами смотрим на Макиму, на ее персонажа, это достаточно доминантный перс, достаточно сильный, мы не будем углубляться, конечно же, в спойлеры, но она вызывает некоторый страх. И вот эта вот ее отсылка к этому некоторому страху, к этой ее доминантности, мне очень хотелось это все перенести. И цепи, как мне показалось, просто отражают ее натуру, и без них невозможно. Плюс я сама очень сильно люблю цацки с цепями, и мне хотелось, конечно же, чтобы это тоже было у меня на продукте. За качество вы можете не переживать, с этими цепями ничего не будет, и да, в жизни принт, ну, не блестит. То есть даже если сейчас на вас как-то падает эффект от кольцевой лампы, то по факту в жизни тут ничего блестучего нет. И это выглядит просто в миллион раз лучше, чем, возможно, это выглядит сейчас на видео. Также у нас здесь руки в ее фирменной позе. Не знаю, что искать, мне просто очень нравится. Девятая вещица футболка по гавкой. Футболка по гавкой. Я не знаю, что еще сказать про футболку по гавкой, потому что, конечно, ссылочка будет в описании. Мою одежду можно купить только там, где я оставила вам ссылку. Если вы чего-то не видите, значит, этого уже нет. Не ведитесь на мошенников, потому что я знаю, что мошенники даже умудряются подделывать мою тушь. Это, блин, совсем пипец, которая была в коллаборации с Yvian Sabo. Даже такое было, это просто отвратительно. Покупайте только проверенное. Проверенное только у меня. И если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать личку администраторам. Они вам отдадут ответы на любые ваши вопросы, которые касаются бренда. Я очень сильно слежу за тем, чтобы мои сотрудники были такие же, как я, чтобы они были такие же учтивые к покупателям, чтобы они сделали все, чтобы вам было комфортно. Поэтому чувствуйте себя спокойно и можете мне довериться. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, традиционный опрос, какая футболка и худи вам нравится больше всего, напишите в комменты. И какую бы вы хотели купить себе, ну или, может быть, даже купили. Люблю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok